На этой картине мы видим деревянный деревенский дом, возле которого находится пожилая женщина. На первый взгляд здесь нет ничего интересного. Вот только дом имеет странный рыжий оттенок, а старушка держит икону. Картину создал художник Николай Матвеев, который, в основном, работал в области исторической и жанровой живописи. Полотно называется «Пожар», из чего можно понять, что все дома в деревне горят. А изба старушки озарена всполохами пламени, отсюда и рыжий цвет. Пожарных служб в деревнях в то время не было, поэтому жителям приходилось справляться своими силами. Учитывая, что все постройки были деревянными, а крыши в южных регионах крыли соломой, что мы и видим на картине, огонь очень быстро распространялся по сухой крыше. Люди просто не успевали тушить пламя, поэтому могла сгореть вся деревня, что стало бы огромной трагедией для ее жителей. Пожилая героине картины не в состоянии бегать с ледрами, чтобы поливать свою избу, поэтому ей ничего не остается, как надеяться на чудо. Чтобы спасти свою избу, старушка стала перед ней с иконой в надежде на то, что чудотворная сила придет на помощь. К сожалению, ничего другого она сделать не может. Однако шансы на спасение у женщины есть, поскольку это не простая икона, а не опалимая купина, которая с древности известна своими чудодейственными способностями. Икона представляет собой изображение Богоматери с младенцем, которое, как правило, держит в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами. Изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками, зеленым и красным, естественный цвет купины и цвет объявшего ее пламени. Именно такую икону и держит в своих руках героини картины «Пожар». Икона часто помогала людям в трудных ситуациях, в частности, могла остановить огонь или молнию. На это и рассчитывали крестьяне, которые не имели никакой другой возможности затушить пламя. В настоящее время картина «Пожар» является частью коллекции Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова